— Поскольку письменность — это совершенно материальное явление, я тут даже писал, что письмо — это вообще материальная сторона языка и так далее, то для людей, изучающих древние культуры, письменные культуры, у которых есть средства фиксации своих мыслей, чувств, высказываний и так далее, как то, не знаю, так сказать, это культура клинописная или же иероглифическая или какие-то еще, то это абсолютно и с чем не сравнимый, и ничем не заменимый источник наших познаний. Просто достаточно вспомнить, как выглядела эгиптология, если это можно было назвать эгиптологией, до дошифровки иероглифки. У нас были в качестве источников археология, уже, так сказать, потихонечку начинавшаяся, очень, так сказать, рано, в смысле еще очень такая ранняя, и, конечно, самый конец XVIII века, начало XX, начало XIX, прошу прощения, вот, и записи разных, так сказать, путешественников, бывавших в Египте во время, так сказать, Средневековья и раннего Средневековья, ну, и, соответственно, данные античных авторов, начиная с Геродотой, Диодора, Страбона и других, вот, которые достаточно подробно описывают египетскую, значит, культуру, историю, вот то, что они видели своими глазами. У нас есть списки сохранившихся книги Манефона, описывающие, так сказать, историю Египта, ну, в достаточно, по крайней мере, больших, объемных вот этих фрагментах. И, собственно, все. И поэтому это все время такое, знаете, как будто вы слышите какое-то очень далекое эхо, ну, и время от времени прибегаете к некому испорченному телефону. После того, как в 1822 году вот этот принцип чтения, внимание, чтение, был открыт, то, ну, это действительно было рождение абсолютно новой науки, новой специальности и принципиально иного, так сказать, подхода к памятникам письменным. То есть мы стали читать то, что нам оставили носители культуры, так сказать, вот из первых рук. И в этом смысле египетская письменность – это, ну, главный, основной инструмент для описания этой культуры, понимания этой культуры, или, скажем так, проникновения в ней и взаимоотношения с ней. Письменность, особенно именно такая вот звуковая письменность, она неразрывно связана с языком, понятное дело, да? Люди так долго уже теперь живут в письменных культурах, что мы даже не очень сами отдаем себе отчет, что у нас существует два языка, которыми мы пользуемся. То, что называется разговорный язык и письменный язык. Или, скажем, даже так, литературный язык иногда называют. И этим литературным языком мы пользуемся далеко не только, когда пишем в буквальном смысле. Например, вот сейчас, когда я вам что-то такое начинаю рассказывать, я перехожу на язык повествовательный, такой вот уже литературизированный. Иначе это будет такой, знаете, эмоциональная коммуникация с минимумом, например, каких-то временных категорий, с повисшими фразами, с кучей разных междометий. разных жорганизмов и отсутствием целого ряда грамматических форм, которые из разговорной речи выпали. Например, не знаю, там, депричастный оборот или еще что-то. Вот. Наше мышление, которое мы оперируем, оно, по сути, свое филологическое мышление. Об этом уже в наших семинарах говорили когда-то, что у нас, как бы, так сказать, доречевое мышление, вот наше собственное, да, наши давние предки не умели разговаривать, да. В какой-то момент они постепенно стали говорить, но три четверти своей истории они не разговаривали. И, во всяком случае, это было общение, ну, приблизительно такое, как, когда животные между собой общаются. Да, там могут быть сколько угодно разного рода знаковых, значимых сигналов, но это не язык, это не речь. Это обмена тем, что называется симптомами, так сказать, состояниями, чувствами, эмоциями, но это совсем другое нечто, совсем. Строго говоря, представить себе, самого себя, вот как я, например, не думаю, не рассуждаю, но это сродни того, чтобы попытаться не думать о белом медведе, когда вам про него рассказали, вот на тему того, что ты, конечно, там что-то делай, но имей в виду, что если ты начнешь думать о белом медведе, то у тебя ничего не получится. После этого человек обречен на то, что у него никогда ничего не получится. Это знаменитая такая притча. Так вот, у нас единственное, наверное, что остается вот доречевого мышления, я не имею в виду рефлекторного, когда мы идем по улице, например, мы не отдаем себе отчет, вот что делает наш мозг, то есть он посылает сигнал каждому нашему движению, каждому нашему шагу, вот одной ноге, другой ноге, то есть он загружен, а мы в этот момент думаем о чем-то другом, вот, или, значит, смотрим по сторонам, а то, что перевариваем какую-то информацию, которая к нам попадает, это в основном будут обрывки, там, мысли и так далее. У нас единственный рудимент доречевого мышления, я имею в виду, до невосприятия, мы можем прекрасно слушать музыку, это один из, так сказать, феноменов, можем говорить про музыкальный язык и так далее, но мы, между прочим, можем смотреть на природу, мы можем смотреть на архитектуру, на изобразительное искусство, восхищаться или возмущаться, то есть оно вызывает у нас какие-то, так сказать, приступы эмоций. А вот мышление, именно мышление, вот здесь похоже уже, похоже уже хана, наш неокортекс уже, так сказать, нарастился и по-другому думать и рассуждать, чем то, как мы это делаем, у нас уже, по всей видимости, не получится. У нас есть один хороший рудимент, который позволяет немножечко представить себе, как это было, вот до того, как мы научились говорить, это сновидение наше. Вот то, что мы видим во сне, то, что, как мы ведем себя во сне, что мы воспринимаем там, вот, видя сны, вот это не филологическое мышление, это действительно именно образное мышление, вот, которое живет за, за рамками филологического нашего мышления. Как только мы начинаем хоть чуть-чуть, хоть в малой степени рассуждать, мы переходим именно на филологическое мышление. У нас от этого, например, знаете, какая занятная история. Говорят, что вот единственный зверь в нашем мире, имеющий язык и могущий говорить, это человек. Знаете, это не совсем так. Я не имею в виду языки сигналов, которыми обмениваются животные, этого полным-полно, и, так сказать, никаких сомнений нету. А именно вот то, что связано с наделением звуковых каких-то сочетаний, почему устойчивых, сочетаний с мыслами. то есть, грубо говоря, морфемами, языковыми, минимальными, смысловыми единицами, которые стоят на границе, собственно, фонетики и семантики, оказывается, есть. Есть. у наших относительно дальних родственников. Но что самое интересное, не у гориллы, не у шимпанзе. Вот что интересно. Максимально самое близкое к нам зверюшка это шимпанзе. Но шимпанзе не говорят. А вот бонобо говорят. У них реально имеется несколько десятков, по меньшей мере, устойчивых слов. Интересно другое, почему другие шимпанзе не стали говорить. Судя по всему, именно не стали. Они, так сказать, не смогли. Именно потому, что у них как раз артикуляция позволяет эти же языки, так сказать, издавать, произносить. Вот это очень интересный вопрос. Но с учетом того, чем мы расплачиваемся за языковую коммуникацию, тут действительно развилка и вопрос, что выгоднее, что вреднее. Мы с вами, вот после того, как у нас появился язык, стали, я бы сказал, просто катастрофически медленно думать. Просто, я бы сказал, чудовищно у нас замедлилось наше мышление. По одной простой причине. Мы вынуждены синхронизировать наше мышление с темпом нашей речи. Мы не можем, так сказать, говорить быстрее, чем... То есть, есть некоторые люди, которые говорят с очень большой скоростью, некоторые языки предполагают более быстрый темп речи. В любом случае, это не сопоставимо со скоростью мышления. Когда делались попытки, знаете, вот это самое, синхронизировать ваше сновидение с вашими движениями, ну, грубо говоря, вот вы видите сон, начинаете в пограничном состоянии понимать, что это сон, и попытаетесь как бы вот в него войти, или наоборот, из него выйти, да, и ничего у вас не получается, потому что сновидение проскакивается с такой немыслимой скоростью, что вы не успеваете даже никакого движения сделать. видимо, есть некоторые нарушения, тогда это будет лунатизм в определенной степени, где происходит вот эта вот заторможенность условно. А в принципе эти темпы, эти скорости настолько разные, несопоставимо разные, вот. Знаете, как есть такая вот детско-школьная такая загадочка шутливая, вот, что быстрее всего на свете? Вам, разумеется, скажут, что быстрее всего на свете скорость света. Быстрее света ничего быть не может. Вот. И вас тут же вполне логично опровергнут, что нет мысли гораздо быстрее. Вот. вполне серьезным доказательством. Свет от Солнца до Земли идет 8 минут. Я говорю, а я на Солнце, да, что быстрее. Вот. Выяснится, что мысли гораздо быстрее. Так вот, другое дело, что в одном случае это будет физическое, материальное, так сказать, контактирование в другом, оно будет скорее умозрительное, но тем не менее. Так вот, такое впечатление, что для наших вот этих приматных родственников темп мышления важнее оказался, чем владение вот этой устной речью. фактор, что мы способны говорить, у нас гортань, как известно, так сказать, опустилась, даже невзирая на опасность подавиться во время, так сказать, как вы понимаете, ни одно животное не подавится, оно может издавать звуки, пока оно ест. Человек, когда он ест и пытается говорить, он может подавиться. это его такая вот действительно беда, это то, чем мы расплачиваемся за вот эту способность. Вот, поэтому, когда я ем, я глух и нем, это очень разумное рассуждение. Вот, почему именно глух и нем, да потому, что у нас взаимосвязаны, естественно, наш, так сказать, слушательный, вот этот аппарат слуховой с речевым. Более того, звуки, которые мы теперь воспринимаем, они, вернее, так сказать, ну, частоты, да, они как раз очень занятно, они соответствуют частотам языковым, то есть лучше всего из всех шумов окружающего нас мира мы слышим и воспринимаем именно речь человеческую. Вот, мы под это лучше всего, так сказать, подогнаны именно для различения человеческой речи. Более того, с языком и вообще с вот этой, так сказать, голосовым аппаратом, вообще еще одна уникальная способность человека, это половой деморфизм, которого нет у других животных. Вот эта языковая, речевая разница в высоте, так сказать, тонов, вот, как говорят мужчины, как говорят женщины, это же разная просто высота, да, тембра, это вообще только у человека. И вот почему она у нас взялась, ну, это тоже интересный вопрос. И не просто взялась, а почему она устойчиво сохранилась. Может быть, потому что мы стали хуже видеть, лучше слышим, более внимательно слушаем, вот. Но, тем не менее, вот это очень любопытная штука. Но все равно, так сказать, возвращаясь к этому, язык человеческий становился, ну, скажем, все более и более, я не скажу развитым, ну, скажем так, найти вот неразвитый язык, такой примитивный, да, ну, что есть примитивный язык? Мало средств для выражения, для выражения чего? Каждому народу, который живет в своем вмещающем ландшафте, в своей культуре, в общем-то, на самом деле, видимо, более-менее достаточно тех средств, которыми он обладает, которыми он пользуется. В конце концов, ничто не мешает языку, так сказать, обогащаться и, в первую очередь, лексикой. Вот количество слов это абсолютно то, что это ситуативное дело. Мы с вами вот в нашем обиходе, вот в нашем, так сказать, именно быту используем приблизительно 200 слов. Речь идет о том, что темп нашего мышления вынужден, но совершенно немыслимо замедлиться, просто потому, что мы не можем говорить с такой скоростью, с какой вот эти электрические разряды, условно говоря, в мозгу протекают. Поэтому наш мозг на самом деле напоминает принтер, подключенный компьютер. Что делает компьютер, когда отправляет на печать соответственно задачу? Он отправляет туда какой-то пакет, а потом стоит и ждет, пока принтер напечатает это самое. Всылает следующую порцию, и она опять там распечатывается. То есть на самом деле наш мозг начинает вообще-то в принципе бездельничать в безрядной степени. Это позволяет нам как бы совмещать некоторые вещи, то есть говорить и одновременно думать, что я буду говорить в следующую порцию наступающего времени. Вот, когда такого нет, то соответственно мы лишены такой возможности для рассуждения. Поэтому значит для человек в какой-то момент оказалось это немножко или не немножко, а в конце концов критически важнее, чем вот этот темп. И вот в этом смысле наши, так сказать, пути несколько разошлись. Вот. Опыт просто наглядный, там японцы проводили скорость реакций, например, у человека и у шампанда, но она просто для нас то, что называется убийственная. А там надо было очень просто, там в питомнике, где они жили, там было некое такое место, куда можно было легко зайти, забежать. Там стояло нечто вроде аппарата, который выдавал бананы, орехи, еще что-то такое, что обезьянам симпатичны. Но для этой цели нужно было на такой клавиатуре нажать несколько клавиш, причем комбинации клавиш. И там на экране показываются последовательность, которую нужно нажать, и соответственно, там или сенсорный экран, или то же самое сдублировано на обычную клавиатуру, не суть важна. А обезьяна туда забегает от этой шимпанзе. Это все для них совершенно элементарно. Они нажимают кнопку включить этот аппарат, это совершенно не проблема. После чего на экране появляется вот эта комбинация. А там по-моему я не там цифры или какие-то значки, но они различались, как на клавиатуре тоже. То есть последовательность каких-то этих самых. И соответственно шимпанзе эти самые последовательности нажимают, ну там открывался ящичек, ему выпадал соответственно там банан. Вот. Скорость, которую они проделывали, она была совершенно невероятная. На уровне трех например клавиш последовательности из трех нажатий мы в смысле люди еще в общем где-то могли конкурировать. А дальше это просто выглядело уже как просто провал, катастрофа, значит полное поражение и все прочее. А шимпанзе было такое ощущение, что довольно все равно, что комбинация из трех, пяти, восьми, десяти, они нажимали это с той же скоростью, с какой она возникала там на экране. То есть это дальше оказывалось уже ну это уже как перегонки человека и велосипедиста. Ну а как или иначе шимпанзе, который знает, умеет этим значит вот управлять, дальше это передавать из поколения в поколение, то есть это заглухает сразу. Но когда этим самым ученым, обезьянам, которых научили значит вот этому делу, стали задавать разного рода вопросы довольно сложные, действительно довольно сложные, то оказалась ужасно любопытная классификация мира, которая у них возникает. Всех разговаривающих они квалифицируют как люди. Это люди. вот но самое интересное, что они и себя называют тоже человек. Мы там спрашивали, ты человек? Я человек, да. А вот эти кто? А эти грязные обезьяны. Как вам такое? Почему где-то это застопорилось, и они все-таки остались нормальными существами? у нас все двинулось дальше? вот это, конечно, вопрос безумно интересный, почему этот эксперимент, так сказать, продолжается. Но в данном случае все-таки о том, когда мы научились знаете чему? Вот тому, что умеют бонобо, и от чего отказались другие шимпанзе. тем самым, если не абстрактным понятием, то отвлеченным. Вот эта устойчивая связь фонетики с сутью, с содержанием самого явления или предмета, или вещи. да, естественно, когда птицы там общаются, это тоже можно называть в определенной степени звуковым языком. Например, если появляется какой-нибудь коршун там над стаей, не знаю, галок или ворон, то это будет один крик, который они будут издавать, а если не обнаружат там где-то рассыпанное сыно или, так сказать, другое зерно, то это будет совершенно другой крик. более того, выяснилось, что, например, французские скворцы не понимают американских скворцов совсем. Вообще. то есть речь идет о языках общностей даже. То есть это очень интересная вещь. И сказать действительно, как человеческий язык, вот уж очень обособился, но тем не менее так вот произошло. И в этом смысле первое, что у нас появилось, это устойчивость устойчивое действительно постоянное сочетание каких-то звуков, ну, пусть даже вот этих симптомов, да, с каким-то смыслом. Вот, как говорил Порш, мне фриво это интересовало, в какой же момент вещи втерлись в слова, как он это говорил. Вот. Так вот, довольно интересная история. представьте себе, что, условно говоря, у нас есть, не знаю, условный совершенно звук какой-нибудь А там условный, или Б или что-то еще. Вот. И вы в какой-то момент по целу одну ряду причин возможных, возможно, совершенно случайных, но вы точно знаете, что А это вот это. Ну, вот, скажем, или что-то другое, что угодно. Вот. В случае с Египтом нам письменность поразительным образом позволяет проследить, как этот процесс происходил. Вот это, конечно, способность древних письменностей она, конечно, поражает это. Вот представьте себе, да, в египетском языке есть целый ряд звукоподражательных слов. Вот. В основном это связано с названиями животных, причем, как правило, речь идет о тех звуках, которые они издают. Но это совершенно очевидно. То есть, кот, там будет миу, а лев будет маау, а осел там будет ааа, вот этот самый, а собака будет ау-ау. То есть, как в детском языке, совершенно все на месте, нормально. Вот. Понятно, откуда оно взялось. Вот. Но есть, например, еще целый ряд зверей, которые, на первый взгляд так в голову не приходят на примеры, там есть чудесная вот эта рогатая гадюка, которая тоже совершенно очевидно связана звукоподражательность тем, что она говорит. Это ф. Звук ф. Вот. Как в этом анекдоте, щипит, ползет, значит, там кусает, обижает. Так вот, именно последовательность действий она показывает, что если появился кот, то, ну, ничего страшного, да? А если у вас прямо вдруг, вот вы идете по тропинке, а у вас прямо вот под ногами оказалось вот это, то тут надо спасаться просто бегом, потому что она опаснее кобры. То есть, это укусит, убьет сразу, не просто обидит, будет гораздо хуже. Так вот, понимаете, какая вещь. Вот идут эти самые граждане по тропинке, и вдруг первый, кто, значит, увидел вот это вот по дороге, он, значит, естественно, замахал руками, понятное дело, и заорал, вот это самое фи, как она по сей день называется, и все, конечно, повернулись и дали дёру оттуда. Так вот, что это означает? А это означает, как бы сказать, кардинальный сдвиг в нашей коммуникации. Вот пока вы не говорящие существа, вы что можете сделать? Вы можете оперировать с тем, что находится у вас перед глазами и у всех остальных. Вы можете, ну, первым делом, понятно, то, что делает ребёнок, то, чему он обучается буквально на раз-два, это указывать пальцем на что-то. Вот, вот это, вот это, вот это, да. Привлекает ваше внимание, вы смотрите, ага, то есть, понятно, у нас начинает зарождаться когда-то будущий, будущий диксис, да, и наше эти замечательные указательные местоимения разных вот этих вот, так сказать, пространственной иерархии, вот то, что прямо здесь, вот то, что, понимаете, когда мы говорим это, и говорим то, это разное, то есть, это, оно ближе, а то, оно от меня дальше, и так далее. Так вот, мы можем что мы можем еще при этом сделать, ну, выразить некоторое отношение свое к этому, мы можем начать гримашничать, там, начать как-то мотать головой, говорить фу, там противно, да, не нравится, или наоборот нравится, как хорошо, вот это наша мимика, это замечательное совершенно дело, причем у нас, собственно, почти один рефлекс сохранился, действительно, безусловно, это поднятие бровей, так вот, на самом деле, это очень, так сказать, активно с этим связано, ну, и что еще, можно, ну, как танец пчелы, почему совершенно очевидно, танцевание, скажем, танцы, если условно это можно назвать, они появились раньше словесного языка, вот этот вот язык жестов, язык тела, язык движения, это, собственно говоря, что это такое? Ну, во-первых, это совершенно очевидная коммуникация, то, что мы можем наблюдать, во-вторых, это еще и, как бы сказать, сброс некого накопившегося стресса. Вот это вот танцевать до упаду, буквально, вот пока там не упадешь, знаете, вот эти все знаменитые танцевальные марафоны, которые там часами длятся, да, вот, откуда это вот берется-то все? Да оттуда, от чего человек способен там часами бить по барабану, вот, потому что ритмы и так далее. Но это плюс, знаете, то, что называется определенная пантомима изображения животного, например, да, и, соответственно, имитация охоты, например. Некоторые вот эти вот пляски, совершенно очевидно, там они имитируют охоту и так далее. Вот. Но это все пока находится в поле нашего зрения. Мы говорим о вещах, которые вот они тут вот. Мы можем с ними непосредственно коммуницировать. Когда у вас возникают устойчивые сочетания смысла и звука, вот это вот и говорит какой-то рубежный момент. А как это происходит? Ну, вот, скорее всего, ну, похоже по принципу вот этого звукоподражания. Когда вы знаете, что, например, кошки, вот они только именно мяукают, а собаки именно гавкают, а петух, значит, кричит там кукаряку, вот, ворона говорит кар-кар и так далее. Но ни с чем не спутаешь, понятно, что это такое, о чем идет речь. И у нас какой-то момент возникает то, что является собой минимальной языковой единицей, не поддающейся членению. Что значит членение? Вот сейчас как раз мы об этом и узнаем. Дело в том, что минимальная такая единица, соединяющая звук и смысл это вот эта самая морфема. Я иногда даже называю двухсторонней единицей. У нее есть план содержания и план выражения. И они объединены. Вот этот стык семантики с фонетикой это конечно поразительная вещь. Да, она из животного мира к нам так сказать доехала. тоже так сказать естественно. Потому что птицы характерными определенными криками обозначают ну скажем опасность или радость или что-то еще. Но очень такой небольшой собственно круг определенных категорий. У нас было то же самое абсолютно. Это были вот эти симптомы знаете как обезьяна бьет себя пулаком в грудь и вот это вот из этого собственно возникают вот эти вот морфемы. А вот дальше вот этот процесс который уже уводит нас все дальше и дальше от наших животных родственников. вы начинаете эти образовавшиеся кирпичики вот эти вот морфемы вы начинаете их комбинировать. У вас возникают ну я не знаю там например ну условно говоря дерево камень да ну то что когда-то означало дерево и что-то что обозначало камень да это были две разные морфемы да условно назовем д и к да вы их объединяете в дек но вы можете их объединить в кед и это будут разные взаимоотношения ну разные как бы последовательности но разные взаимосвязи дерево и камни и у вас в одном случае это будет скажем условно говоря каменный топор на деревянный рукоят а в другом случае у вас будет копье с каменным наконечником то есть у нас возникает такая штука комбинаторик и у нас получается стягивающие комплексы морфем которые превращаются в устойчивые сочетания этих морфем именно устойчивые которые мы узнаем которые мы можем воспроизвести и то что мы втолковываем нашим значит детям что вот сочетание там попа ремень это нехорошо понимаете вот там поэтому если ты сделаешь вот то-то то-то и то-то то вот попа ремень это с неизбежностью произойдет а если ты этого не будешь то будет у тебя значит соответственно рука конфета да вот или еще что-нибудь ну и в общем мы начинаем таким вот образом рассуждать и дальше появляется вот тот самый набор морфем который в конечном итоге существует по сей день то есть базовые морфемы или их чаще называют корневые морфемы корневая морфема это то что нам понятно по смыслу по содержанию в корне слова содержится сущность этого предмета вот и почему так сказать у нас существуют однокоренные например слова вот потому что у них есть некоторое общее что создает вокруг себя так называемое некое семантическое поле то есть есть понятие лес да и мы прекрасно знаем что такое лес лес это некая совокупность деревьев а дальше у нас получается лесной определение да вот некое такое прилагательное то есть лесной лесная и так дальше то есть то что показывает некую принадлежность к этому лесу скажем лесная ягода например вот лесная земля лесная клубника вот она земляника есть ну и что-нибудь такое я к тому что когда у нас появляются вот эти самые сочетания звуков и устойчивые сочетания звуков то в конце концов у нас получаются корневые морфемы и мы знаем именно смысл слова мы его определяем и когда мы слышим вот поток речи мы там цепляются именно вот эти устойчивые звуки то есть мы выявляем морфемы вот в этом потоке речи вот дальше очень интересные вещи получаются с какого-то момента причем в разных языках вот это уже очень интересная вещь метафор господи морфемы есть во всех языках именно как вот структурная прошу прощения за трактологию как морфологическое так сказать явление да вот само вот по себе это есть во всех языках это свойство вообще человеческом языком а вот их разнообразие и назначение оно как раз зависит именно от конкретного языка у нас возникают служебные вот эти самые морфемы которые так условно говоря начинаются с предлогов потому что с предлогом самое сложное по идее корневую морфему от служебной морфемы отличает наличие конкретного содержания конкретного значения вот а предлог это такая такая сложная штуковина что половина лингвистов находит у них устойчивое значение а другие нет только оперативное поэтому есть некоторый спор по ходу дела надо заметить что в Египте например у их безумного количества предлогов а египетский язык он чуть ли не на первом месте действительно в мире по количеству предлогов чуть-то около двухсот там что-то какое-то совершенно немыслимо вот это вопрос о переводимости вот как вы будете переводить на язык где даже близко такого количества не просматривается вот так вот ну союзов например в египетском языке нет и в общем при таком количестве предлогов наверное можно как-то без них обходиться но что-нибудь интересно когда они уже пообщались с греками особенно когда им стало необходимо переводить священное писание на египетский язык то вот тут они вот это самое аво греческий себе просто в язык перетащил это просто греческий союз который оказалось что в нем существует вот такая вот жизненная необходимость вот но тем не менее другие значит морфемы служебные мы все прекрасно с вами знаем это всякие префиксы постфиксы вообще всевозможные офиксы то бишь говоря по-русски приставки суффиксы окончания и так далее вот особенно конечно вот эти три предмета приставки суффиксы и окончания мы мы их очень любим мы помним как в школе какими значками мы когда проходили значит состав слова да помните вот с этой вот такой вот буквой г сверху это приставка корень у нас значит вот этой вот такой вот полусферы лигатуры какой-то точнее показывает вот над суффиксом мы такую вот эту самую треугольничек рисовали да вот эту крышечку вот и окончание обычно у нас значит прямоугольничек как там вот какие-то есть еще там теперь то что я вот еще помню как это происходит но эти самые аффиксы это именно служебная морфема у которой операционный смысл безусловно имеется а вот содержание именно как такового вот какой корни нету поэтому например невероятно продуктивные ну приставка в русском языке например это у ну все знаете увидеть узнать усмотреть ну и так далее да вплоть до того что утопить утопать там и уделать и прочее но если вас спросят а какое значение у приставки у а что значит у к вовсе нет хотя с другой стороны можно конечно ну в смысле движение к чему-то по направлению нет нет совсем это вот если вы спросите что значит к это скорее бы вы можете описать или же например что такое суффикс там ик вот какое значение я имею ввиду не на значение а значение суффикса ик ну уменьшительно ласкательное что-то нет мы его так называем потому почему потому что уменьшает что-то да но что значит ик вы никогда не скажете вот разницу между мячом и мячиком вы то есть мгновенно сразу объясните вот это большое это маленькое как есть например увеличительный есть ищ есть чудо есть чудовище это знаете вот то есть на самом деле целый ряд операторов именно которые имеют только операционное значение но собственно содержание как такового они не имеют они поэтому и служебные морфемы их задача это модифицировать чего-то прибавить добавить к корню да вот и соответственно изменить его значение этого самого корня как-то его модифицировать вот причем есть какие-то например окончания которые удерживают устойчивые какие-то вещи как например окончания родовые окончания мужской женский род например да или число числовые скажем вот в каких-то языках это будут окончания то есть постфиксы а в каких-то наоборот окажется что это будет префикс но так или иначе это все вместе какие-то модификаторы причем они имеют разное операционное назначение вот эти приставки суффикс окончания они модифицируют слово а предлоги они занимаются переносами значения от одного слова к другому с одного на другое то есть некое управление да вот причем некоторые слова слова ну в первую очередь например в глагольных конструкциях скажем когда глагол обладает качеством переходности он способен напрямую свое значение перенести на объект да а есть некоторые глаголы непереходные там нужен предлог иначе не получится вот ну тут дальше можно конечно уже уходить в этнопсих лингвистику и мы обнаружим что их некоторые языки чрезвычайно как раз богатые на предлоге а некоторые нет самым самым богатым на предлоги европейских языков является английский язык это нечто максимально приближенное к мышлению это то в чем мышление проявляется ну в максимально близкой степени то есть ближе к мышлению ну да собственно ничего и нет поэтому почему вот в частности я пытаюсь именно с этой стороны как-то вот заходить к египетской культуре именно через вот это мышление увидеть там эту самую именно языковую картину мира и понять как как это устроено и масса всего открывается это страшно интересно и в то же самое время вот то что касается то что касается письменности возвращаясь когда в языке возникают вот эти наборы морфем то в современных языках вот в частности в русском языке у нас четко действительно есть корневые морфемы где мы смысл сразу же узнаем угадываем он там содержится и проблем нету и разного рода вот эти вот модификаторы в виде служебных морфем но дело в том что в египетском языке ситуация оказалось чрезвычайно интерес там письменность получилась наизумление рано невероятно рано то есть письменность которую получил египетский язык она застала его состояние действительно невероятной архаичности действительно и то что она его в таком виде зафиксировала это для нас просто подарок судьбы то что называется и мы через вот эту самую письменность которая фиксирует язык и зафиксировала его в невероятно древнем таком состоянии оказывается можем увидеть такие элементы которые в других языках мы не не сможем этого сделать в частности например в египетском языке судя по всему секвенирование морфем как бы сказать но в известной степени проще определяется чем скажем в других языках вот но но мы также обнаружим еще одно явление которое вообще-то на памяти человеческой наверное уже нигде больше не сохранилось египтяне помнят содержание и вот этот вот смысл вот о чем мы говорили так много служебных морфем не только кормевых то есть они знают что такое м они знают что такое на они знают что такое р и так далее то есть они знают действительно значение но не только предлогов но и всевозможных формантов а также разных вот этих аффиксов вот это вот действительно совершенно замечательная вещь в каких-то случаях они да исполняют роль модификаторов как например там с в образовании каузативной породы например да вот или же локативная вот эта частица или ну локативная морфема на буквально к по направлению куда-то да вот или каком-то удивительный такой оператор модификатор приставка х эмфатическая которая переворачивает смысл на 180 градусов ну как греческая а например да вот такого типа вот но целый ряд вот таких вот морфем которые выступают как некая такая модификатор по сути своей является не модификатором а одним из компонентов сложной комбинатуре кислов и вот здесь тогда совсем страшная вещь я могу только по секрету ее сказать не говорите ее лингвистам они очень построятся этот морфологический анализ не всегда безусловно конечно же потому что мы имеем дело с разными пластами так сказать по времени возникновения слов но тем не менее в очень большом количестве случаев мы можем выяснить из чего состоит корень слова то есть корень свою очередь можно разложить на смысловые единички то есть то чего вообще-то в принципе запрещено потому что корень и есть основной носитель так сказать значения слова но дело в том что ну это уже выяснено давно что наращение корней вернее скажем так наращение количества фонем скажем в корне да оно безусловно ну трехконсонантность она свойственна вообще семитским языкам это да но и египетскому кстати тоже то есть именно самое распространенное количество корней они трехконсонантны трехсогласны но например точно известно в египетском языке это действительно можно увидеть что там наращение идет по принципу префиксации то есть какие-то вот эти модификаторы или какие-то вот еще элементы они пристраиваются спереди а не сзади к слову вот поэтому надо смотреть грубо говоря на последнее согласны корня вот и далее соответственно смотреть как оно как оно наращивается был ли всегда там скажем двухконсонантный корень я вам скажу изначально конечно нет я думаю что во всех языках первичные морфемы это какие-то однозвуковые вот самые-самые-самые первичные какой-то один звук а дальше это уже соответственно возникает два звука три звука и мы их дальше уже воспринимаем там как корни но изначально этого не было а потом люди уже забыли исходные значения самих этих морфем это не более того поэтому если мы будем смотреть на какие-то египетские слова которые поддаются секвенированию на морфемы то окажется что слово уат оно раскладывается оно раскладывается до того что там в нашем понимании корня не остается вот в чем дело это удивительная история потому что в египетском языке вот этот звук такой вав имеет значение некая территория площадь территории ну кусок земли такой он неопределенный в смысле размеров может быть больше меньше не в этом дело это просто что-то причем даже не обязательно именно земляное это может быть там пол какой-нибудь вообще какое-то связанное с неким вот пространством дальше есть слово вот это а а у которого в частности базовое значение это далекий быть далеко некая дальность отдаленность а точнее даже ну как сказать условно говоря долгий в смысле длинный вот протяженный да но и у нас с вами получается что мы можем это морфологически разложить на понятие грубо говоря длинное пространство так сказать протяженная территория и естественно после этого поскольку все это заканчивается на слабый согласный у нас происходит то что называется субстантивация то есть слово превращается в некое существительное субстантив ты как показатель женского рода все нормально вот дорога которая вообще-то должно по идее раскладываться на что-то типа ну знаете как есть понятие длинномерное что-то такое да вот ну вот что-то из этой серии ну вот ну как слово алтарь да и начинаем его секвенировать оказывается начинается с того же самого вав уджху да у джеху да то есть на самом деле получается что это буквально место место жертвоприношения место приношения туда-куда вот это вот кладется и так далее и вы знаете что самое поразительное когда раскладываются вроде бы совершенно отвлеченные понятия причем даже когда речь идет о афразистых скажем общеафразистых корнях например с этим словом луна вот которая скажем в рейском это ярых а в египетском это ях вот ну как бы корень и корень луна вот ях но дело потому что тут еще интереснее оно записывается фонетически так называем то есть там то есть там ну условно то что мы называем алфавитными знаками которые тоже в египетской письменности присутствуют и получается что начинается оно с йота и да вот это и потом идет айн пишется как вот вытянутая рука и дальше это самое хаимфатическое ну тот самый наш самый фитиль для масляной лампы неах ну все очень здорово но дело в том что идет протетиком в начале слова в начале существительного имеет очень интересное значение это с одной стороны некое междометие которое используется в обращениях о там такое-то да о ты вот в этом смысле вот и одновременно она является еще и неким маркером причастия как правило активного причастия опять-таки тоже перед субстантивами такие слова как вот имена например там атум мон анубис и так далее вот те которые начинаются с этого йота фактически именно это и передают в частности и вот этот самый ях он вроде туда тоже вписывается с общим значением что-то типа еще раз повторюсь это поскольку значение морфем да еще другого языка нам нам все равно приходится как бы описывать это что-то типа тот кто или там о ты кто то есть некое вот такое вот обозначение да тот который и там же дуть дальше идет айнх одно из базовых значений это положение состояния кондиция вот то состояние то положение в котором мы как мы говорим мы в них находимся или состояние в котором мы находимся ну скажем например какое-нибудь обозначение хатя да князь вот области начальник там мэр города и прочее обычно это так вот переводится что-то типа передней рукою на самом деле конечно он просто первый вот первый в своем положении в своем состоянии и наконец последняя корневая согласная это х эмфатическая и вот здесь как раз иероглифик когда это реальное морфиграфимное письмо то есть когда как обнаружил единственный человек на всем земном шаре Николай Сергеевич Петровский который установил систему письменности египетской потому что как не смешно до него то есть до конца 70-х годов система в египетской письменности не вычленялась этот вопрос он как-то деликатно обходился стороной и вот это соотношение один к одному по принципу ну алфавит это один звук один знак да если это сила баре то это один знак один слог если это скажем не знаю идеография то там будет ну грубо говоря условно одна мысль один знак ну или если это семаграмма то это одно слово один знак все равно вот это соотношение один к одному оно все равно есть оно все равно никуда не девается а в египетском в египетской письменности получалась какая-то невероятная ситуация когда эта система оказывается просто перемешанная как как салат оливье там есть знаки которые маркируют один звук а есть знаки которые передают два согласных есть знаки которые передают три даже четыре пять и даже шесть иногда и как вы понимаете да и каждый из них передается вот одним знаком один знак так сказать может передавать сочетание двух согласных а один как алфавит только один это самый согласный ну система такая невозможная потому что системой не является это каша ну и как-то так по принципу в языке так бывает в общем все это и оставалось когда египтяне решили это конечно совершенно потрясающе так сказать осенило фиксировать эти самые морфемы картинками просто рисую то что эта морфема изображает да вот то есть когда им нужно написать вот эту самую рогатую гадюку фи они ее и рисуют и у нас возникает одноконсонантный знак иероглиф вот этот самый ф ф и то что Николай Сергеевич Петровский это открыл что система в египетском языке существует вот этот один к одному она есть но она немножко непривычная для нас потому что она не с точки зрения фонетическая а с точки зрения смысловой там соотношение одна морфема один знак то есть это морфематическое письмо поэтому то что вот эти знаки иероглифики это назвал это морфиграфем морфиграфема то есть это знак там сучно графема которая фиксирует рисует так сказать передает одну морфему а морфема состоит из разного количества фонем она одна морфема но бывают морфемы которые состоят там из сочетания двух знаков а может быть даже один знак а может быть трех и дальше но она одна морфема она фиксируется одним этим знаком вот в этом была вот эта основная причина действительно сложности в том чтобы в этом как-то разобраться и понять вот так ни к чему возникает у нас одноконсонантная морфиграфема так сказать вот фиксирующая эту морфему фу применительно к этой самой рогатой змеюке но дальше получается совершенный парадокс когда она обозначают эту самую рогатую гадюку это действительно морфиграфема и там это действительно морфема но дело в том что наверное ну самое редкий случай встретить этот самый знак когда она относится действительно к этой рогатой гадюки не не знаю девять и девять десятых случаев это просто обозначение так сказать фонема в том случае фу не имеющий никакого отношения к этой самой гадюки но но поскольку уже портрет этого звука как бы существовал вот этот фу да звук подражательный то выясняется что когда нам нужно каким-то образом записать местоимение третьего лица мужского рода он который тоже звучит как фу честно говоря в этой системе этой знаковой системе рисунчатого письма придумать рисуночек для слова он между нами говорят довольно сложно а поскольку она звучит как фу оказывается это естественно ну у нас же есть рисунок для такого звука мы его используем но только в случае того самого местоимения он рогатая гадюка это классический графоморфует потому что он не имеет к понятию он ну никакого отношения кроме одного единственного помните мы говорили что морфема это двусторонняя единица с планом содержания и планом выражения так вот план содержания у понятия он и гадюки рогатой совершенно разные а вот фонетический план выражения общий оказывается совпадающий и это позволяет действительно египтянам использовать уже возникшие в их письменности знаки для для обозначений сходно звучащих так сказать сходно звучащих морфем но совершенно другого так сказать происхождения другого плана содержания а это все совершенно неизбежно потому что в любом языке абсолютно любом количество морфем оно ну намного превосходит возможность звукосочетаний в этом языке вообще на самом деле сочетаемость звуков в каждом конкретном языке оно оно не такое большое как может показаться оно не бесконечное совершенно вот а морфем да действительно их тьма тьмущая это означает только одно что у нас неизбежностью будут аммонимы мы говорим аммоним на уровне слова когда у нас одинаково звучащие одинаково пишущиеся слова с разным значением а здесь будет просто еще большей степени одинаково звучащие морфемы совершенно разного так сказать плана содержания а далее совсем печальный момент вы обнаружите что при такой системе у вас наверное три четверти иероглифов будут графоморфоидами а не морфографемами именно потому что мы пишем пишем так сказать уже имеющимися знаками сходно звучащие так сказать сочетания то есть у нас на самом деле ложных морфем как бы будет больше вернее не ложных морфем а именно знаков которые записываются так что мы воспринимаем эти морфемы как одинаковые это провокация самим языком совершенная но то есть она как бы нас непрерывно провоцирует на народную этимологию но с другой стороны для культуролога вообще-то честно говоря это несравненно важнее чем все безупречные лингвистические построения возвращаясь все-таки к морфологии египетских слов вот это вот последнее как раз то что никак мы не доберемся до последнего третьего канцонанта в слове ях так вот этот самый х финалисе в некотором количестве сохранившихся дошедших до нас слов в египетском языке маркирует отношение к темноте и отсутствию света к мраку причем я вам скажу что это было совершенно гениальное изобретение этого письменного знака потому что как показать состояние темноты лучше чем изобразив погасший фател который не горит такая знаете вот перегоревшая лампочка Ильича вот это вот идеальное совершенно обозначение для отсутствия света и вот у нас получается начальная йод айн х да вроде как корень луна а на самом деле если опять-таки раскладывать это на морфемы то у нас получается буквально тот кто во мраке или там пребывающий в темноте вот что-то такое после чего естественно идет детерминатив уже не фонетический а именно классический детерминатив то есть знак полумесяца и вам все абсолютно совершенно понятно о ком идет речь то есть вот этот корень ях раскладывается на три вполне осмысленной составной части и говорит что таких слов не очень будет много потому что в данном случае это все записано алфавитными знаками так вот повезло что это именно одно консонантные морфемы вот так вот слиплись или как в слове вот тоже можно понять или улучшку на самом деле думаю что какое-то определенное количество их можно вычленить действительно убедительно а в каких-то случаях понятное дело это не совсем будет очевидно но тем не менее оно ловится как это работает то есть у нас возникает репертуар знаков знаков письма точнее так сказать рисуночков которые соотносятся с звуковым языком по принципу морфемы а по внешнему своему облику это предметы взятые из просто окружающего мира из вот этого самого вмещающего ландшафта культуры 20% знаков кто-то посчитал в египетской письменности это животные в первую очередь птицы рыбы а дальше это растения насекомые всякие разные как сказать ландшафтные то есть там гора гора там река ну и так далее да вот ну люди разумеется люди еще причем занятые всевозможными делами не все так сказать при делах причем люди делятся на знаки там мужчина который чем-то занимается женщина который чем-то занимается дальше всевозможная фурнитура архитектурные всякие разные элементы постройки оружие орудия труда отдельно между прочим интересно там веревки корзины вот музыкальные инструменты какие-то знаки связанные с всякими сыпучими предметами да естественно сосуды в которые все это наливается в общем в результате по-моему 25 что ли 26 классов у нас вычленяются по крайней мере по принятой сейчас всем таблице знаков Элана Гардинера ну вот так он их кодировал в свое время это сам принцип не он придумал но его вот этот вот его классификация как бы наиболее приемлема ну по принципу морского боя там A1 B2 и так далее то есть латинской буквой обозначена класса ну и соответственно номером номер иероглифа в этой таблице вот и уже дальше внутри там можно заниматься под классами замечательной книжки Николая Сергеевича Петровского вот звуковые знаки египетского письма как система потому что знаки они могут использоваться в каких-то случаях чисто фонетически а в каких-то это будет и диаграмма то есть это будет именно изображение предмета именно вот то есть ну то что изображено вот об этом речь и идет вот соответствующим соответствующей фонетической реализации вот ну и мы имеем невероятно грандиозную и на первый взгляд чрезвычайно запутанную систему письма которая на самом деле ничуть не запутанная а имея ввиду что это морфографическое письмо очень даже очень даже удобно более того она просуществовала три с лишним тысячи лет и ничто ей не мешало так сказать функционировать и жить и процветать но у нее есть в этой системе ряд потрясающих возможностей и одновременно ряд жестких ограничений и самое главное ограничение это именно ее морфемность то есть жесткая привязка самого содержания смысла с звучанием но более того поскольку это все фигуративное письмо рисунчатое письмо то египтяне рассматривали эти знаки не как мы рассматриваем морфема мы же морфема рассматриваем именно ну как бы с лингвистической точки зрения и она у нас ограничена то есть мы имеем план содержания и план выражения план выражения он звуковой сочетание фонем ну все очень хорошо на этом и останавливаемся а у египтян это еще и внешний образ этого рисуночка то есть там то что содержится понятие фонетика фонетическое так сказать план выражения в морфеме и фигуративный зрительный план выражения морфема его внешний образ то есть она уже не двухсторонняя единичка а какая-то трехсторонняя получается и весь смех в том что египтяне не просто так сказать поняли существование этих единиц они им даже название придумали эта штука называется кэду буквально образец обращик вот это вот архетип если хотите и это уже ужасно интересная вещь то есть их так сказать системой письма стали все предметы окружающего мира и даже действия в этом мире происходящими потому что их тоже значит можно зафиксировать на письме именно фигурками человека совершающие те или иные действия или оперирующие с какими-то предметами и получается удивительная совершенно фиксация просто окружающего нас реально существующего живого мира но неразрывно безнадежно соединенного с ну не только так сказать со значением это понятно но что сложнее с фонетикой конкретного данного языка с тем как звучат именно звучат морфемы именно в этом языке и оказывается что морфемное письмо морфиграфием в частности оно способно адекватно обслуживать один единственный язык на свете тот на котором собственно в культуре которого она была создана эта система письма как только вы попытаетесь ее перетащить на какой-то другой язык положите то она немедленно потеряет свою морфемость там исчезнет смысл вы начнете слышать вот эти yellow blue bass и так далее то есть вне контекста египетского языка египетская иероглифика существовать может только как абсолютная абстракция когда какое-нибудь ваше европейское имя там пишут у вас на майке и вот пожалуйста это уже не египетская иероглифика там вместо этого можно цифрами было это все записать запросто там вот это система которая полноценно живет только в данной культуре поэтому вот эта шимао она в Египте не не работала бы потому что там нету таких морфивных сочетаний вот египетская письменность она вот такова а дальше резонный вопрос как вообще мир создавался и вот здесь конечно ужасно занятная история потому что процесс возникновения ну скажем так вообще процесс мышления он очень четко может быть структурирован и оказалось что египтяне понимаете у них вот это самое архаическое логическое мышление оно гораздо больше заинтересовано понятиями не что конкретно а как вот как я вижу как я слышу и так далее ну вот что ну как сказать там и так понятно вот оно есть перед нами вот что там собственно вот оно есть что вот оно а вот как оно например возникло да как оно работает например вот как я слышу да и чего я собственно слышу да ну хорошо когда со мной говорят я понимаю что я слышу а вот че я слышу когда читаю потому что когда вы что-то читаете то во-первых вы произносите вслух а да в общем-то на самом деле хорошего такого европейского средневековья народ-то читал вслух вообще про себя это как известно по-моему блаженного Августина там братья описывали что совершенно святой человек он сидит там в келье и мы слышим как вот он листает страницы при этом полная тишина то есть это на них производилось совершенно невероятное впечатление вот святой человек вот на него снисходят а для всех остальных этот процесс был вот я произношу вслух ну и соответственно тогда вот все это работает поэтому вот я иду ни о чем совершенно не думаю вижу иероглифическую надпись соответственно начинаю читать и я просто слышу себя так сказать в голове чью-то речь которая мне говорит о вещах о которых я мысли так сказать не думаю что же это значит что это такое что означает вот это вот читать выяснишь в египетском языке понятия читать нету слова для чтения нету есть очень интересные вещи давать говорить написанному буквально вот так вот это описано или же еще интереснее слушать слушать причем иероглифику ее не читают ее слушают именно вот так слушают ее правда глазами но слушают а вообще она что есть речь бога буквально иероглифика это именно меду нэчер божественная речь или речь бога вот ну и в связи с этим конечно начинаешь понимать почему иероглифика использовалась исключительно в сакральной сфере то есть это храмы гробницы ну и практически почти что и все ну еще целый ряд заупокойной литературы но и вообще все что в доме жизни пишут но дело в том что там пишут кисточкой по папирусу а не резцом по камню поэтому это называется письмо дома жизни и это то что мы называем линейный иероглифик это собственно действительно иероглифика но такой какой она получается если вы не гравируете а чернилами так сказать кисточкой пишете вот и от этого там уже скоропись которая называется письмо писем буквально вот это иератика вот которая занята ну вот письмо писем это явно какая-то вот ну уж в любом случае по-сюсторонней так сказать система вот для обихода для всех этих мирских прочих дел ну для для художественной литературы тоже пожалуйста вот но в принципе это именно вот для письма вот а иероглифика все равно это мэду нэчер это речь бога и тут конечно естественно резонно спросить на каком языке этот бог разговаривал вот чем конечно же логично было бы предположить что бог говорил на египетском языке да а бог сотворил мир и об этом гласит наш этот самый памятник мемфийской теологии который мы с вами значит читали в свое время и не только там просто в наиболее полной форме господ бог творит мир собственно так как осуществляется мыслительный процесс он что-то замышляет в сердце своем как они там пишут а египтяне действительно они мыслили думали переживали чувствовали именно сердцем удивительная история люди прекрасно знали что без мозга жить нельзя и даже в медицинских папирусах записывает симптоматику как движется как действует человек после черепно-мозговой травмы с поврежденным мозгом в чем ужасный интерес в частности что он трет глаза тыльной стороной ладони там в общем подмечены какие-то удивительные совершенно тонкости но при этом они считали что это жить без него нельзя но все-таки тот самый кусок жира который нужно при мумификации вынуть и выбросить вот а мыслят они сердцем это совершенно понятно и логично все замышляется там в сердце но оно там сидит оно внутри и никуда не не девается этот процесс называется сия замысел да замысел это то что у нас находится только в нашем мышлении оно никуда не выходит поэтому соответственно оно внутри нас вещь в себе вот это сия это божественный скажем замысел и это между прочим что такое в переводе на наш так сказать научный язык когда вы что-то поняли осознали задумали вот так сказать ну план наверное да план причем план содержания план содержания а дальше чтобы это вообще было хоть как-то реализовано для начала вы это дело произносите в слов это называется ху ху это второе божество оно в паре с этим сия то есть вот замысел и речь так сказать изречение то есть мысль становится изреченной и тем самым приобретает свой фонетический план выражения просто вот именно это и есть и это процесс очень интересный оно задумано в сердце дальше оно произнесено вслух да это означает что она вышла из наших уст наружу оно стало всем доступно его все услышали вот оно то есть мысль изреченная она реализовалась это уже тот самый воробей которого не поймаешь да вот но дело в том что мы на этом говорим ура родилась морфема да а у египтиана оно продолжается любой вообще нормальный мыслящий человек обнаруживает вокруг себя кучу предметов и оказывается что что бы мы не видели вокруг себя у всего этого есть название во-первых нет того чего нету названия уже все придумано да и второе самое главное вот все что мы видим оно хотя бы уже в связи с этим имеет какой-то внешний облик какую-то форму это значит то есть у нас имеется план выражения вот в этих именах ну и план выражения в образной стороне все что существует имеет так сказать вот свою форму свой вид какой-то ну и мы получаем вот этот самый кеду вот все вещи окружающего нас мира они составляют собственно говоря таблицу знаков гардинера она же каталог образов картины мира вот она но это не знак равенства самой еще дело-то в том что то что есть природа вещей она как бы перманентно она есть а вот то что существует огромное количество как бы подобий этих самых вот идей да мир наполненный не знаю там столами и стулями да а также вилками и ложками но мы же прекрасно понимаем что где-то существует чистая идея стола и чистая идея стула вот тогда когда господь бог это дело придумал назвал это дело вслух и вот когда оно возникло вот в той форме который мы узнаем и с тех пор любой столяр когда собирается сделать табуретку он знает что он создает табуретку а не что-нибудь другое у этого уже есть название поэтому значит все с ней сразу ясно предыстория известна но дело в том что человек создает не кеду он создает образ этого этого кеду это копия это так сказать мы можем только копировать подражать этим самым кеду которые имеют значение именно образчик образец вот так сказать чистая идея архетип то есть все созданное богом оно живет в виде вот этих самых кеду а мы что мы можем делать мы можем только их копировать воспроизводить заново мы ничего создать не в состоянии мы не боги поэтому получается при ближайшем рассмотрении что господь бог он же все это произнес вслух да получается что он говорит всеми вещами окружающего нас мира точнее всеми кеду окружающего нас мира он это все произнес слух он все это сказал это все существует поэтому иероглифика как совокупность кеду да она является мэду нэчер то есть божественная речь это то на чем говорит бог он говорит иероглификой вот вот так немало немного вот поэтому это только так сказать святость как вот Инесса говорила так сказать священность иероглифики это просто физически язык бога на котором все было произнесено и сказано и что самое поразительное это иероглифика она действительно является абсолютно идеальным декодером который переводит из вот этого самого речи бога в фонетическую как бы воплощение и зрительное одновременно конечно же которые являются ничем иным как морфемами эпидского языка то есть иероглифика переводит язык бога на доступный нашему пониманию египетский и что самое поразительное конечно это то что она и в обратную сторону работает мы составляем гимны молитвы так сказать словословия и наши слова вот эти фонемы которые мы произносим они суть собственно что такое морфемы каждая морфема находит свою вот эту изображенницу свою икеду и соответственно проходя через эту границу между мирами через эту плоскость она преобразуется на той стороне именно вот в эти реальные икеду которыми говорит бог и бог соответственно нас слышит и нас воспринимает то есть на самом деле иероглифика это средство коммуникации с богом причем напрямую буквально вот он говорит мы его слышим мы так сказать говорим он нас слышит и здесь удивительная совершенно конечно следующая идея это то что во-первых изображения ну фигуративные изображения и их маленькие фигуративные такие же точные изображения но в виде письменных знаков приводит к тому что границы между искусством изобразительным искусством и иероглифик в общем-то отсутствуют для египтян это одно и то же более того там даже термины одни и те же знак там тит это письменный знак и это статуя какая-нибудь вот поэтому оно действительно вот неразрывно связан ну и что получается вот я думал показать вам некоторое количество в свое время картинок так уж не стал включать вот могу вам кое-что показать ну вот смотрите как выглядит иероглифика надеюсь что вы видите да это тщательнейшим образом нарисованы птицы предметы и так далее то есть вот собственно так выглядит нормальная иероглифика когда она раскрашена вот это рельеф который значит раскрашен вот что это такое да и но этот мемфисский богословский трактат который описывает вот это сотворение мира словом мыслью вот собственно оно это текст который был скопирован во времена 25 династии при фараоне Шабака его звали вот на такой вот этот вот кусок зеленый брикчи ну вот тут самый прорисовка это вот сам камень да скопировали они вот как вот здесь вот и написано что это скопировано с свитка причем свиток кожаный в лучшем случае пергаментный который был изъеден червем буквально и его не понимали от начала до конца но скопировали сделали на камень ну тут написано для того чтобы имя фараона значит Шабаки вот оно прославилось там и так далее и так далее именно посвящено это птаху южнее его стены там и так далее текст состоит из трех как бы частей они в общем посвящены более-менее одной и той же одному и тому же событию как птах вот этот самый птах Мемфисский он творит мир где как раз вот это вот описание этого события во все присутствует начинается со слов что возникла мысль в образе атома там и так далее а потом люди к сожалению это дело нашли и сделали из этого как вы видите мельничный жернов вот пробурив вот эти вот полосочки чтобы лучше чтобы лучше значит оно молотило зерно ну и понятное дело что оно гораздо лучше работало иероглификой так сказать на рабочей плоскости чем чем наобратно поэтому вот эта середка где происходило вот это вот самое молочение зерна она почти вся пропала вот эта вот середина иероглифических текстов этот самый камень это зеленая брехчия так называемая был в свое время перевезен из Мемфиса в Александрию ну понятное дело когда уже была Александрия вот именно как памятник такой мудрости в то время в Александрию очень много чего перевезли в тамошний музейон и так далее но дело в том что там она и лежала вот будучи этим самым вот сначала мельничным жерновым потом в виде какого-то по-моему просто пресса вот ну где ее благополучно и нашли в девятнадцатом веке и памятник который потом стал одним из самых знаменитых теологических произведений древнего Египта прибыл в дар в британский музей в качестве корабельного балласта и он был использован как это самое для того чтобы корабль клали же балласт туда чтобы он обладал устойчивость вот это было таким образом использовано приехало в британский музей именно вот так вот он этот текст собственно в аэрографической транскрипции который описывает вот как Тах Мемфиский творит мир вот этой своей мыслью и изреченным словом причем подробно это делает вот как оно родилось в сердце потом оно было произнесено языком и вот оно вышло наружу уже вот в этих своих образах причем прямо тут написано тут возникло в сердце возникло в языке в тут вот этот самый тема то есть в образе в облике атома вот он а нет ли там упоминания что записали это слово нет то есть к письменности это еще нас не приводит оно приводит знаете к чему к тому что когда птах закончил творить увидел он что это хорошо то есть он создал все вещи все предметы тут перечисляется все что значит вот причем написывает что смотрение глаз слушание ушей вот это все значит вот в этом участвует оно так сказать порождает то что замыслено в сердце и сказано языком и создаются все вещи все ка и вся пища и дальше написывает что он создал плоть всех богов из дерева из камня из металла по их желанию и они все вошли в свои тела из этого дерева камня металла вот вокруг соответственно владыки но помимо всего прочего тут тут прямо еще и написано что все это порождается вот здесь прямо написано вот этой самой так сказать возникла вся иероглифика в результате вот этой всей деятельности и вообще сотворение птаха мира оно в общем очень здорово напоминает создание иероглифического текста вот а что такое самое иероглифическое иероглифическое текло с изображением ну вот я показывал это многократно вот смотрите вот он сидит за жертвенным столом да человек которого зовут Упамнефред вот и перед ним здесь вот тот самый жертвенник на котором нарезанный каравай такой вот стоит а под ним тут написано что тысяча хлебов тысяча пива тысяча значит там алебастров тысяча тканей и всякое многое всего хорошего прихорошего здесь вот они весь этот список даров вот он тут написан и перечислен тут таблица так сказать все очень красиво сделано при этом здесь написано значит титулатура этого товарища и кем он был и что вот он был так сказать и песцом царским что чрезвычайно конечно это важно вот и жрецом этой самой богини Сэшат богини письма письменности вот и Хэм Нэчер так сказать жрец первый так сказать в доме юга и прочее прочее вот и соответственно как бы ну вот тоже жрец этих самых бау то есть душ города П и и тут много чего про него значит написано жрец того жрец сего а здесь его соответственно имя написано кто он значит там и великий так сказать видящий и прочее прочее и вот он владыка этого Хэм Нэчер вот в этом самом номе царский сын Санесут вот написано сын царя ну здесь то что ему дается прям так и нарисовано ручка из которой водичка стекает то есть вот возлияние совершается то есть совсем все хорошо а здесь у него и Сэнчер и кстати малахит который вокруг глаз вот эта самая водка делается ну и всякие первейшие масла ну и все прочее прочее вот и здесь написано имшон царевич царский сын Упам Нафрат вот этого имя а детерминатива нет по идее вот это имя должно в конце после имени Упам Нафрат иметь соответственно изображение фигурки сидящего человека как детерминатив определитель что это человеческое имя то есть сама фигура является детерминативом именно так оно и есть эта фигура на самом деле просто большой детерминатив описывается прямо как бы в иероглифик да поэтому это не картинки с подписью мы вот это рассматривали а это иллюстрированная письма текст иллюстрации а не картинка с подписью немножко разные вещи вот и или же например вот это сама царевна Нефрет и Аптед вот то же самое вот ее имя а вот она сама тоже это и вот это совершенно чудесная сделанная вот эта фигурка не просто в платье а еще и в леопардовой шкуре она как бы поверх этого то есть она вообще-то жрица вполне вполне хорошего так сказать уровня вот это она царевна тоже царская дочь и ее имя а изображение является детерминатьем к этому самому имени вот но самое интересное конечно ну вот еще один такой персонаж вот в этом во всем конечно ужасно интересно как все это работает как 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 это происходит я имею ввиду вот этот вот переход между мирами происходит он довольно занятно то что я вам показываю это заупокоенный комплекс Джосера рауна Джосера в Саккаре и здесь каменное изображение святилища в данном случае святилища нижнего Египта там святилища верхнего и святилища нижнего то есть ПРУР и ПРНУ они там представлены это нормальная каркасная архитектура с этими стенами в виде плетенки вот и как-то долго считалось что это оно и есть те самые помещения где этот самый праздник и ритуал хипсет и проводился а на самом деле ничего там проводиться не могло потому что вот это вот дверь туда внутрь этого самого помещения она глубиной ну на локоть приблизительно сантиметров пятьдесят все а дальше это монолит туда невозможно войти там нет внутренних помещений это все каменная штука то есть на самом деле перед нами не подлинные разумеется никакие эти самые святилища святилища делали как положено из этого самого каркасная архитектура с плетенными этими сами циновками на стенах вот а это некий дубль некий каменное воплощение то есть буквально к вот этого всего праздника всего этого самого хипсета и вот эта граница между мирами она на самом деле проходит чрезвычайно необычно это буквально плоскости и чаще всего это плоскости с иероглификой и изображениями это и есть вот та самая контактная зона которую имеется ввиду там внутри гробницы вот здесь написано просто слово К знак корзина и вот этот самый вот коршун в иконографии я бы сказал так древнего царства вот так вот выглядит староцарский коршун вот то как это работает ну вот это пожалуйста это текст и пирамид где врезанная вот эта вся система и протерта зеленой краской то есть здесь вот этот цвет уадж папирусный цвет буквально цвет воскресенья и вот он здесь и устроен он показывает как это все работает ну и в тех же самых текстах пирамид очень интересно это описывается сам этот процесс видите буквально усилило небо сияние для пепи для фрауна пепи да взойдет пепи этот на небо как ока ра вот то есть он там взойдет как ока ра встает или восходит пепи этот как ока это восточная хорова которым слушают речи богов вот оно ну и соответственно еще одна замечательная штука которая вообще просто открытым текстом этот процесс описывает смотрите тети выходит смотрите тети приходит он не приходит он собственной персоной посланием этим доставлен он буквально иероглифика вознесла его в чем данном случае это абсолютно точная иероглифика потому что даже с детерминативом добавлено вот от самой книги то есть иероглифика в этом смысле не только декодер но еще и некоторым образом такое своеобразное транспортное средство которое переносит значит соответственно в данном случае покойного царя вообще туда в мир богов так вот дело в том что Олег Дмитриевич Берлев в свое время он показал что изображения на которых представлены сами египтяне а также иероглифы поскольку те же самые изображения они называются у них функционально вот когда они функционируют они называются словом сэба то бишь дверь и когда человек говорит я буду входить и выходить через любую дверь вот этого самого некрополя то он имеет ввиду все свои изображения на стенах гробниц потому что это и некрополь и вот этот мир гробничных изображений ну а тексты они что делают они выходят из своих дверей такие же точно двери ничем не отличающиеся и механика очень простая там человек значит в свое изображение как бы входит проходит через эту самую границу между мирами и оказывается уже в ином мире а в случае с иероглификой мы произносим вслух слова каждая морфема находит свою дверку вот эту вот в нее проходит и соответственно пройдя на ту сторону становится вот той вещью которая изображает ну или когда соответственно бог говорит с нами то процесс обратный эти все предметы мира они проходя через эти самые дверки они как бы фиксируются в них да и мы видим набор вот этих морфографиям которые таким образом преображается язык на котором говорил бог вот ну вот собственно текст и пирамид которые вот так вот представлены ну вот через них все это и осуществляется в частности переход ну царя например вот в иной мир вот он так оттуда вот выходит чтобы получить эти самые какие-то подношения и жертвенные дары вот и соответственно так же он уходит обратно вот собственно говоря как это все и работает вот вот ну вот такая стела где еще очень хорошо видно на нам это абидосская стела и очень интересно что здесь тоже врезанные знаки тоже протертые зеленой краской то есть полный аналог даже если хотите в какой-то степени подражание текстом пирамид в технической возможности и что самое интересное здесь мы видим изображение носителей даров которые вот идут к этой двери чтобы передать все это покойному туда вот в иной мир но их изображение как вы видите выполнено в той же стилистике что это иероглифика тоже протерта синий краск то есть разницы нету это одно и тоже ну как вот это вот замечательная стела значит обращенная к значит Мерет Сегер или кто-то из этих самых или Серет ну кто-то из этих самых великих богинь Небет Хатеп вот она Седжем Ахет Небет Пет и здесь вот эти огромные уши замечательные изображены почему потому что вы обращаетесь с молитвой к Богу вот здесь уши нарисованы выгравированы ваши слова ваши молитвы попадают туда он слышит вас буквально такая штуковина например с обратной стороны с внешней стены как бы вот в Карнакском храме где Святая Святых находится а вот там стена значит Святая Святых внутри а снаружи вот с внешней стороны на этой стене изображено нечто в этом роде то есть там тоже куча-куча-куча ушей вот вы можете туда говорить и ОМОН в своем Святая Святых вас услышит и ваши соответственно молитвы таким образом до него дойдут вот так вот тоже это работает таким образом ну это какой-нибудь Ахан Ханте второй который на этой стеле он обращается к богине Хатхор с потрясающим совершенно текстом он ее призывает он вот подносит ей те самые дары замечательные вот ирчит между прочим вино и молоко так вот он к ней взывает делают руки приди приди и дальше гениальное совершенно объясни как процесс работает тело говорит руки повторяют тело говорит губы повторяют вот это вот совершенно поразительно то есть вот эта интенция вот приди вот иди сюда вот я как бы тело говорит а губы повторяют то есть на самом деле описание интенции которые предшествуют действию и предшествуют словам а это между прочим первый переходный период уже Аш с этой иероглификой вообще очень интересная история то что он показывает вообще между нами говоря похож пятое тысячелетие это Меримда Бенисуев несколько таких вот там было найдено это влащенная значит керамика до происхождения появления письменности в Египте между нами говоря еще ну самая маленькая полтысячи лет еще до появления первых надписей иероглифических они создают абсолютный абстракт то есть некий объем горшок на человеческих ножках иероглифов идея здесь уже вот та же самая что в нашем иероглифе ини вот горшок на ножках вот он вот тут она уже есть приносить доставлять то есть на самом деле сама вот эта идея как бы вот таких монограмм сложных иероглифов она родилась еще как бы в нашем трехмерном мире еще до того как это стали фиксировать точно так же всякие предметы получают ручки или ножки когда они там действуют и они становятся как бы действующими персонажами в рельефх вот это вот собственно ну вот видите как например тут стала палетка нормера здесь сидит хор который держит значит то пленного который на самом деле есть то ли пруд то ли озеро вот у которого веревка через нос продета чтобы значит а держит у него между прочим человеческой рукой вполне то есть тут у нас уже возникают эти самые миксоморфные соединения образов отдельных персонажей и так далее но вот оно работает вот собственно говоря есть и такое вот архитектурное дело это гравировка архаического святилища богини Нейд с вот этими лакштоками флагелами перед входом да дальше вот этот открытый двор и здесь у нас святая святых с вот этим троном сет на котором там должно соседать божество я когда-то показывал думаю многие из вас кто остался помнят вот это вот реконструкция этого дела и что собственно если сравнивать с долинным храмом то вы увидите что все его элементы когда-то уже придуманы они все остались на месте то есть пилон с этими самыми флагами открытый двор в середине и дальше вот тут святая святых где находится трон божества вот то есть здесь перед нами на самом деле в архитектурных формах на самом деле написано слово Nature то что стало словом ничего вот собственно здесь показываю как это происходит не буду сейчас уже трудностей вдаваться уже очень поздно вот ну как бог себя манифестирует вот таким образом да вообще тут он такой да а мы-то видим вот это это гениальное совершенно изображение знак вот вот этот флагшток с лентами вот а за ним собственно находится вот там ну и оно вот именно так реализовывается вот хор а перед ним сидит человек вот этот самый хэфрен по имени является его тем самым хэмо вот вместилищем орудиями так далее но здесь много чего объемные иероглифика пожалуйста потому что здесь рамсес второй маленький сидит палец во рту у него там косичка с той стороны и держит он как вот это растение су а под защиту разновидность хора называется хорун ну все очень хорошо маленький царь видно что он царь у него рей на голове замечательно но дело в том что это все читается не просто наблюдается оно читается у него на голове как вы видите под защитой сокола солнечный диск солнца рам ребенок маленький с пальцем урта который читается как месу и знак который во первых читается как не су царь да но оно же и су собственно буквально это су то есть объектное местоимение третьего лица и у нас получается что тут написано ра родил его то есть собственно ими рам сэс пожалуйста вот удивительно ничего в этом нет потому что например подписи на статуях очень часто имена тоже не имеют детерминативу потому что в данном случае детерминативом является сама статуя вот ну вот приблизительно так оно работает так достаточно το το